Всем привет, с вами Аломар и мы летим на Fenix Airpass A320 в районе аэродрома Пулково. Я использую оригинальное разрешение своё Quad HD+, и почти ультра настройки графики, и при этом получаю стабильные 60 фпс, и тут дело не в моей системе. Вот такие настройки сейчас я использую, и обычно на этих настройках летать не очень комфортно, потому что я выключил DLSS и генерацию кадров, и без них мой фпс стремится к значению 30 кадров в лучшем случае. Сейчас же я получаю стабильные 60, благодаря новой утилите Lossless Scaling. Данная утилита вышла весьма недавно и обрела достаточно большую популярность для требовательных игр, где не требуется быстрая отдача, так сказать, минимальная задержка, а именно требуется стабильный фпс и красивая графика. В Lossless Scaling 2.9 и выше добавили новый алгоритм LSPG 2.1, который позволяет сделать в три раза больше фпс. То есть он берёт два ваших кадра, и между ними вставляет ещё два своих кадра, основанные на интерполяции, и тем самым мы получаем стабильный фпс. Забегая вперёд, данную утилиту можно купить в стиме, если у вас не RF аккаунт. Также, к сожалению, на RF аккаунт её нельзя подарить, поэтому есть рутрактор, ссылочку я оставлю в описании, именно с него я взял эту утилиту, и она прекрасно у меня работает. Давайте немного поговорим про фпс. Слева и справа вы можете видеть два счётчика кадров. Справа это стандартный инвидиевский, слева это тот счётчик, который даёт данная утилита. Левое значение 37 сейчас кадров, это то количество кадров, которое я получал бы в данной ситуации, не используя данную утилиту. 60 же это те кадры, которые в итоге на выходе получаю я. У меня монитор 60 герц, поэтому больше 60 кадров она не рисует. Если у вас монитор с большей частотой обновления, то скорее всего она будет рисовать вам больше кадров. Давайте посмотрим, как это всё работает. После скачивания у нас появляется папка, и здесь есть экзешник, Lossless Scaling. Он у меня запустился без установки чего-либо. То есть вот я его запустил, и всё сразу у меня появилось вот такое окошко. По центру здесь это у нас FSR 2.0, либо DLSS 2.0. Картинка генерируется меньше в разрешении, а затем обскейлится. Нам это не нужно. Нам нужно Frame Generation, и именно LsFG 2.1. Здесь выбираем режим либо 2x, либо 3x. На 2x по идее вы получите меньше задержку. И далее вот такие настройки я сейчас использую, и о них поговорю чуть-чуть попозже. Обращаю ваше внимание, что DrawFPS опять же не обязательно, и у меня используется несколько мониторов, поэтому я выбрал тот монитор, на котором у меня выведен симулятор, и обязательно поставил галочку Multi Display Mode. После применения данных настроек вам останется нажать Scale. У вас начнётся здесь обратный отсчёт. Вы переходите на, соответственно, симулятор, и всё. Тем самым у вас сейчас картинка, вернее у меня картинка, начинается апскейлиться. Небольшое уточнение для тех, кто записывает видео. Если я включу запись дисплея, то вы не будете видеть ту картинку, которую рисует Lossless Killing, вот в данный момент. Вам нужно именно запись игры сделать, и здесь выбрать Lossless Killing Xe Null, и только тогда вы сможете выводить, вот как сейчас, данную утилиту. И вот теперь другое дело, летим на Фениксы, получаем стабильные 60 фпс кабине, когда у нас рисуется всего лишь 35-37 кадров, опять же на ультра настройках графики. Какие же минусы, спросите вы? На самом деле минусы есть, и когда я первый раз запустил без настройки, управление стало вялым, и камера двигалась, знаете, как будто с такой задержкой. Поэтому первое, что я сделал, это включил галочку Adjust Cursor Speed и Scale Cursor. Тем самым камера вернулась к тем значениям скорости поворота головы, как была и до этого. Также здесь есть Performance Mode. С ним у меня не генерируется стабильные 60 кадров, я получаю порядка 55-57 кадров, но при этом задержка еще сильнее уменьшается. Здесь есть еще один пункт, Allow Tiring. Благодаря ему еще сильнее снижается задержка, но при этом возможны разрывы изображения, которые, кстати, у меня присутствуют, если я его включу. Поэтому я оставил все как есть. Все, остальные пункты по дефолту, по умолчанию. Первое, что я заметил, то что управление, например, вот так камеры, когда я двигал на клавишах, она стала менее отзывчивой в плане, прям, в самую малость. Чем меньше у вас будет фпс нативных, тем больше будет этот input lag, так называемый, задержка в воде управления. Говоря же про другие значения, то скорость, не размазанная, как при DLSS 2, и высота, и все прочие параметры управления приборов, управления FMGS вообще никак не изменились, то есть как будто я летаю в нативном разрешении, но при этом у меня генерируются кадры. Если мы посмотрим снаружи, то при быстром движении камерой и дроном влево-вправо, возможно, небольшая задержка с отрисовкой, вот в частности, иллюминаторов. Больше я ничего, никаких нюансов не заметил, и даже на посадке, на пробеге шасси не смазываются, и никаких глюков в их отрисовке нету. В общем, по итогу, эта утилита имеет больше плюсов, чем минусов, а простота ее управления и доступность на большинстве видеокарт, я думаю, сделает эту утилиту весьма популярной в всемирском сообществе, если вам нужно немного больше фпс, чем вы имеете сейчас. После завершения вашей, так сказать, сессии полета, нажимаем on scale, и мы получаем стандартный фпс-симулятор, который вы можете видеть слева. Замечу еще одну важную деталь, если у вас происходят именно непосредственно фризы, то эта утилита не лечит их, она лишь добавляет фпс, то есть, если у вас есть фризы, пролагивание и так далее, что вы можете видеть на графике от MSI AutoBurner, в данном случае я использую всплесков, видите, нету, значит фризов нету. Если же они есть, то вам нужно уменьшать настройки графики и разбираться, откуда они берутся, чтобы избавиться полностью от них. Давайте теперь посмотрим, как она будет работать с нашим любимым эксплейном, в данном случае, Шереметьево Эксплейн 12, и давайте я вам покажу настройки графики. Обращаю ваше внимание, что рекомендуется применять Fullscreen Mode, только в таком случае, эта утилита у меня, по крайней мере, работает без пролагов и ошибок в данном приложении. Что мы делаем дальше? Настройки те же самые, нажимаю Scale, перехожу на Эксплейн, и ожидаю. Вот так, 45 фпс я получаю при рендере корсинки в Эксплейне, и 60 фпс после того, как данное приложение сгенерирует дополнительные кадры. В кабине у меня было всё ещё немного хуже, 34 фпс, а 33 фпс, это мы в тяжёлом Шереметьево стоим, и у нас погода весьма такая тяжёлая, которые превращаются опять же в 60 фпс, и да, я могу подтвердить, что я сейчас вижу 60 фпс, а не какие-нибудь 33 фпс, и плацебо дефис, 60 фпс. Нет, действительно, картинка стала гораздо плавнее, вращаю ваше внимание на шасси, на лопатки двигателя, и на эффекты. Никаких задваиваний самолёта, как это, допустим, при использовании ФСР-3 в МСФС было, тут просто нету. Если мы посмотрим на приборы, то как бы быстро ни не двигались цифры, у нас отсутствует размытие этих цифр, как это опять же при ФСР-2 и ДЛСС получается, и в целом мы получаем весьма чёткую, отзывчивую картинку. В X-Plan, кстати, отзывчивость камеры, как мне кажется, ещё гораздо быстрее, но даже в МСФСе я не заметил особенно большого... особенно большой задержки в воде управления. Использовать ли вам утилиту Lossless Kaling, решайте сами. Лично я её буду использовать в X-Plan 11 и 12, даже в 11 у меня есть проблемы с FPS, там его просто не хватает, несмотря на то, что он использует не все ресурсы ПК. В МСФСе же я останусь на EDSS-3 генерации кадров, мне там она по умолчанию вполне себе устраивала и до этого. Что ж, с вами был Аламар, до новых видео, пока.